Я думаю, что нужно уже уступать место молодым. Я всех благодарю за совместную работу. Спасибо большое. Так неожиданно глава Комитета по образованию ответила на поздравление коллег с юбилеем. Эту речь сразу назвали прощальной, хотя об отставке чиновника официально объявлено не было. В прошлом учитель русского языка и литературы Ольга Иванова возглавляет Комитет по образованию с 2003 года и по праву считается одним из долгожителей Смольного. А ее ведомству традиционно доставалась львиная доля городского бюджета. Кстати, о нем. Похоже, пояса придется затянуть. Дефицит бюджета увеличился на 20 миллиардов рублей. И это не предел. На следующий год запланировано довести доходы аж до 430 миллиардов, то есть заработать на 50 миллиардов больше, чем в 2012. Как это сделать, если старые налогоплательщики из города уходят, а новых пока нет? Большой вопрос. Мы ждем, конечно, улучшения инвестиций в экономику. Это продолжение нашего большого проекта ЗСД. Это и кластерные в области медицины. Мы очень надеемся на это, потому что там норма маржи достаточно высокая. И это, конечно, позволит нам расширить налоговую базу очень сильно. Если привлечь инвесторов не удастся, сокращать придется расходы. Вопрос только в том, какие статьи резать. Дорогие амбициозные проекты, такие как Орловский тоннель и Новоадмиралтейский мост, с городского удовольствия уже и так сняли. Если ситуацию не удастся переломить, сокращать придется траты на социалку. А там и так не все гладко. Квартиру большинству петербуржцев по-прежнему не по карману. В очереди на улучшение жилищных условий сегодня стоит почти полмиллиона человек. А переехать в новые квартиры в прошлом году по программе «Доступное жилье» удалось лишь 9 тысячам семей. Многие из которых испытывают проблему нехватки социальных учреждений в новых кварталах. Мы не должны с вами строить какие-то новые каменные мешки и колодцы. Мы должны развивать территорию так, чтобы там людям было комфортно жить. Чтобы хоть как-то ускорить строительство школ, детских садов и поликлиник, решено вернуться к советскому опыту – типовым проектам. Их уже разрабатывают в профильных комитетах. Кроме того, губернатор попросил подумать строителей и энергетиков, как снизить цену за подключение к магистральному газу и электроэнергии. Ведь в конечном итоге все эти издержки приходится оплачивать покупателям квадратных метров. Виктория Журик, Виктор Лосовец и Кирилл Краснов. Новости 24 Петербург.